Слово для доклада предоставляется Шилову Дмитрию Юрьевичу, Монтажнику, рабочему монтажнику МФ Тариф с докладом «Всемирное историческое открытие Великой Советской Революции». Здравствуйте, уважаемые товарищи! Хочу поздравить всех собравшихся с грядущим юбилеем, столетиям Великой Советской Революции. И хотелось бы акцентировать внимание своем на том изобретении. Мое выступление называется «Всемирное историческое открытие Великой Советской Революции». Это открытие явилось в форме Советов, в котором эту форму создали в 1905 году. Бывали вознесенские рабочие, и в своей борьбе они нашли, нащупали именно ту форму, которая была близка им, как по происхождению они были из крестьян. И, в общем, это открытие помогло им улучшить свою жизнь в рамках капитализма, зарождавшегося тогда и бурно развивавшегося капитализма, позволило им очень сильно улучшить свое положение. И, вплоть до того, что даже несколько месяцев управлять хозяйственной жизнью в городе Иваново-Издец. Ну и также эти события происходили по всей России. Революция, первую русскую революцию. И вот эта форма, она метко была подмечена Лениным и большевиками. И впоследствии, в 1917 году, эти советы снова были воссозданы рабочими. И под руководством партии большевиков, и Владимира Ивановича Ленина рабочих впервые в истории человечества взяли власть и построили государство. Государство рабочих и крестьян. И это действительно великое событие явилось миру вот у нас, в России. И в основе этого величия, то, что сейчас предыдущее, оратор говорил, что это... То есть, как бы... Угнетенный класс впервые взял власть в свои руки. Это действительно великое событие, но и оно принесло и великие плоды. Это и освобождение сотни миллионов трудящихся во всем мире. Это всемирное историческое значение имеет эта революция. Да, и в основе вот этого события все это стало возможным благодаря тому, что рабочие открыли эту форму взаимодействия между собой. И вообще вопрос власти, он всегда был сложным самым вопросом. И власть это такая вещь, что она... Человек попадает туда, подвергается сильным испытаниям, искушениям. И поэтому она часто разлагается. И то, что мы сейчас видим, буржуазная власть далека, так скажем, от народа. А рабочие именно построили такую форму власти, которая была связана непосредственно с ленинской идеей рабочего контроля, которая нашла свое выражение в Советах. И форма эта диктатура пролетариата, о которой говорили Маркс и Энгелес, и Ленин, и большевики, обрела эту форму. Вот в этом... Вот это значение очень мало, в общем-то, ну, можно об этом услышать. Ну, из буржуазных источников это понятно, что они пытаются наоборот это все замазать и как-то оттенить. Но наша задача это подчеркивать. И внимание того, что вот эта форма, уникальное изобретение, вот привело к этим, таким событиям великим, нам надо помнить и продолжать это пропагандировать. И, к сожалению, она стала забываться и рабочими, и в левом движении она недостаточно осознанно. Осознанно. Вот. А без этого и не получится построить государство диктатуру пролетариата, потому что каждое государство это диктатура. Это известный тезис и факт, открытие тоже, которое, несмотря на все эти победы, завоевания, было забыто. Причем на самом высоком уровне, это по партийному, партийному уровню. В разгар Хрущевской, значит, вот теперь там все такое, вот это. Ревизионистские учения были восприняты на 22-м съезде единогласных. И из этого урока нам, товарищи, надо извлечь и серьезные тоже уроки, выводы сделать. насколько может быть бессильна власть, подверженная вот этим вирусом, ревизионизма, если она оторвана от советов, оторвана от коллективов. То есть, суть советов в том, что коллектив выдвигается у депутата, он же его и задвигает в случае, если человек отрывается, ошибается, или в силу каких-то там причин субъективных может допустить ошибки или умышленно стать на позицию личных интересов или противоположного класса даже. Поэтому идея народного контроля это самое важное завоевание, то есть открытие, открытие, завоевание, открытие, открытие рабочего класса России. И в мире эта форма она универсальна и подходит любому обществу, любому обществу. И то, о чем великие умы человечества от Аристотеля и древних греков ломали голову, это нашло свое воплощение у нас в России. И я по всей души поздравляю вас с этим и хотелось бы, конечно, это завоевание нести и дальше и беречь и, как говорится, восстановить. Самое главное. Потому что собрались, поговорили, как все было здорово, а дальше-то что? Где практика? И я призываю всех рабочих, всех во всем мире, в России, за рубежом, благо сейчас работает интернет, эту идею осознать, осознать эту форму диктатуры пролетариата и применять ее на практике, начиная с борьбы, пусть небольшой, пусть маленькой, в своем цеху, в своем предприятии, даже малом каком-то все-равного. То есть коллектив, он нам нечего противопоставить в буржуазии, кроме этого, то есть объединение и нам рабочим. Я как рабочий пассетий. Это наше самое главное оружие, мощное оружие в борьбе. Это советы, которые создали рабочее. Обидно, что оно не используется, оно пылится где-то в музее сегодня, когда рабочий пасс вымирает и практически деградирует. так что в принципе у меня все. Спасибо большое. Спасибо.